Госадомтехнадзор продолжает борьбу с несанкционированными свалками и несвоевременным вывозом мусора. На этот раз рейд коснулся самой проблемной зоны Люберецкого округа – Малаховке. И, как оказалось, частный сектор поселка совсем не соответствует санитарным нормам, и тем более прижившемуся среди местных жителей названию «Жемчужина Подмосковья». Чистый воздух, живописная природа и никаких высоток. Каждый, кто однажды бывал в Малаховке, знает, как прекрасно это место. Однако в этой бочке мёда не обошлось без ложки дёгтя. Пакеты с отходами в частном секторе почти на каждом углу. Целые свалки с мусором в основном можно найти у выездов с проулков. То есть жители понимают, что мусор, если они оставят его в дворах, его никто не увидит. Значит, знает, что есть служба, которая будет заставлять ликвидировать данные навалы мусора. Но здесь ответственность, конечно, ложится на жителей. А всё потому, что жители частного сектора должны заключать договоры на вывоз мусора. Коллективные или личные, либо самостоятельно вывозить свои отходы на санкционированные свалки. Штраф за такое умышленное правонарушение от 4 до 5 тысяч рублей. А вот и ещё одна проблема Малаховки – ненадлежащее состояние контейнерных площадок. К сожалению, других вариантов здесь нет. Очень мало они были, но их, к сожалению, закрывают. И, как видите, за моей спиной как раз происходит то, что не хотелось бы видеть. Тем более, жители соседних участков, я думаю, очень недовольны этим. А довольны или недовольны жители такой живописной картины – это, по всей видимости, мало волнует компанию, которая здесь ответственна за своевременный вывоз отходов. По словам сотрудников Госадомтехнадзора, «Экокомтранс» не раз штрафовали на крупные суммы. Однако пока это на них не повлияло. Мы здесь видим, что большое количество народов скидывает здесь мусор. Однако контейнеров мусорных не хватает. То есть контейнерная площадка не обеспечивает надлежащий сбор и загрузку мусором со всех прилегающих районов. Такая же ситуация и на других контейнерных площадках, которые находятся в обслуживании этой компании. А все потому, что по муниципальному договору они обязаны вывозить мусор лишь один раз в день. Но, как выяснилось из разговора с сотрудниками «Экокомтранс», они не справляются и с таким объемом работ. А во сколько просто? Площадка переполнена. Во сколько? Как водитель подойдет в очередь, он завезет. Он обычно с утра забирает. А сегодня перенаправил по улицам, потому что вчера они успели не знаешь, куда рвать. Они все вывезли. Там много, что ли, очень, да? Эти проблемы встречаются в частном секторе Люберецкого округа почти повсеместно. А инспекторы Госадомтехнадзора, в свою очередь, продолжают борьбу с компаниями-нарушителями. По их словам, рано или поздно большие штрафы заставят их работать должным образом. Хочется отметить жителям, чтобы они также звонили, обращались, потому что переполнение мусором бункеров-накопителей, контейнеров и навалов мусора на контейнерной площадке не допускается. Также можете обращаться, чтобы этот момент как бы ликвидировали и убирали. Поскольку все-таки территория местонакопления – это та же часть территории вашей. Помните, все зависит от нас самих. Поэтому, прежде чем выбрасывать мусор в неположенном месте, стоит понимать, что жить в таком соседстве никому не приятно. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok